Привет, меня зовут Катя и сегодня мы с вами будем шить пальто-толстовку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все выкройки даны с припуском на швы. Снизу припуск больше на подворот. Есть детали подборта у левой и правой полочки. Кроите их в зеркальном отражении. На каждой выкройке написано, из какого материала нужно кроить и как кроить. Будьте внимательны. Рукав спущенный, также есть припуск на подгибку. Деталь. Обтачки горловины спинки краим из основного материала. Спинка дана со сгибом. Припуск на швы и припуск на подгибку тоже имеются. С капюшоном будьте внимательны. Каждую деталь надо кроить строго, как написано на выкройке. Одна деталь из основного материала и одна деталь из подклада. В зеркальном отражении. Мешковину кармана краим из кулирки. Подзор из футера, то есть из основного материала. Я выбрала футер трехнитка начес. Цвет виноград. В подклад взяла кулирку с принтом. Вы можете подобрать в цвет или выбрать однотонный контраст. После раскроя у нас должно получиться. Одна деталь правой полочки. Одна деталь левой полочки. Одна деталь спинки со сгибом. Одна деталь правой части капюшона из футера. И одна такая же деталь из кулирки в зеркальном отражении. Одна деталь левой части капюшона из футера. И одна такая же деталь из кулирки в зеркальном отражении. Две детали вставки капюшона из начеса и кулирки в зеркальном отражении. Одна деталь левого подборка полочки. Одна деталь правого подборка полочки. 1 деталь обтачки горловины спинки, 2 детали мешковины кармана, 2 детали подзора кармана, 2 детали рукава в зеркальном отражении. Для обработки краев я вырезала отрезы из нитки шириной 3,5 см. Еще нам понадобятся иглы для трикотажа, нитки и замок. Мой замок длиной 70 см. Вы выбираете себе длину, какую вам больше захотите. Начнем с капюшона. Соединю боковые детали со средней деталью капюшона. Все сколю булавками. То же самое сделаю и с деталями подклада. Разом все стачаю на верлоке, а после от утюжа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У капюшона из основного трикотажа откричем средние швы на расстоянии 1-2 мм. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь соединю две детали капюшона и лицом к лицу. Состыкуйте средние швы и боковые срезы. Сколите булавками. Проложите строчку на верлоке. Субтитры сделал DimaTorzok У получившегося капюшона с подкладки отстречу швов по стороне подклада на расстоянии 1-2 мм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь обработайте открытый внутренний срез подбортов на оверлоге. Либо можете обработать, как я. К низу, к открытому внутреннему срезу, приложите лицом к лицу отрез из кулирной глади. На ширине лапки проложите строчку до низа второго подборта. Продолжение следует... Если у вас не хватает длины отреза, то сделайте его из нескольких отрезов и соединяйте их на швейной машине, так швы будут тоньше. Продолжение следует... Теперь согните нашу бейку пополам и как бы оберните шов. Приколите его чуть-чуть ниже шва. Также столите по всему периметру и советую сметать. Отутюжьте. Вот так у вас должно получиться. Проложите строчку на швейной машине 1-2 мм от шва. Я когда шила, сразу убирала сметочную нитку, чтобы она не попала в швейную строчку. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь я сразу сделаю петельку. Теперь соединим плечевые срезы спинки и обеих полочек. Скалите булавками и сточайте на оверлоке. Субтитры сделал DimaTorzok Я эти швы отутюжу и заутюжу на спинку. У спинки найду середину и поставлю метку. И у средней части капюшона найду середину, поставлю метку. Соединю этот срез основной детали капюшона с изделием. Скалю булавками и далее сточаю на оверлоке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То же самое сделайте и с подкладом капюшона и под бортом. Субтитры сделал DimaTorzok Также сточайте на оверлоке. Тут я забыла про петельку, но вовремя вспомнила и не пришлось ничего распарать. Вы же не забудьте. Субтитры сделал DimaTorzok Мне уже нравится. А вам? Сейчас давайте втачаем молнию. Раскрою молнию и один край приложу к сгибу основной детали капюшона с подкладом. Подверну верхушку и вставлю между деталями капюшона. Смотрите, чтобы швы пересеклись. Прячет замок между деталью полочки и под борта скалите все это булавками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проложите строчку на швейной машине. Уделите внимание с самого начала и местам пересечения шва. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возьмите линейку и поставьте метки через каждые 10 см и на молнии и на полочке. Субтитры сделал DimaTorzok Соединяя все эти метки приколите вторую часть молнии между деталей полочки и под борта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Застегнув молнию проверьте все ли на месте. Приложите детали рукава к пройме, скалите иголочками и сточайте на верлоке. То же самое сделайте и с другим рукавом. Приложите детали рукава к пройме, скалите иголочками и сточайте на верлоке. Тут можете отстрочить шов на подклад. Я сделаю отстрочку, чтобы было ее видно. Скалю детали между собой и отстрочу на расстоянии лапки. Отутюжьте вход в карман и приложите к детали мешковины кармана деталь подзора лицом к лицу, скалите иголочками. Здесь можете сточать на верлоке, а можете обработать как я. Приложите берегу лицом к изнанке подзора и проложите строчку на швейной машине на ширине лапки. Аккуратно растягивайте на изгибах, но не сильно. Продолжение следует... так же подгибая бейку спрячьте в нем шок сколите и сметайте и сметите Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо отутежьте и проложите строчку по краю на расстоянии 1-2 мм. Субтитры сделал DimaTorzok Скалите иголочками места соединения кармана и полочки. Проложите строчку на швейной машине на расстоянии до 5 мм. Сделайте точно так же и со вторым карманом. Теперь соединим срез рукава между собой скалите и также детали полочки и спинки. Субтитры сделал DimaTorzok Сточайте на верлозу. Особое внимание уделите пересечениям шва рукава и на местах кармана. Шейте на минимальной скорости. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все то же самое сделайте и с другой стороной. Не сможете обработать на верлоке, либо как я обработала карман и подборты. Только я начну не с самого начала, а чуть-чуть отступлю, чтобы при сгибании и подгибке не было ненужной толщины. Вернемся к капюшону. Тут вы можете пришить пирку или логотип. Соедините швы внутри капюшона, потом соединю полочку и капюшон и подборты капюшон. Скалите и проложите строчку на швейной машине. Обтачку горловины спинки положите на изнанку спинки. Хорошо распределите и скалите иголочками. Проложите строчку на швейной машине на расстоянии 1-2 мм по самому краю пики. Все получается аккуратно. Пошлите вниз. Подогните низ и скалите иголочками по всему перенюку. Будьте аккуратны с подбортами. Будьте аккуратны с подборами. Будьте аккуратны с подборами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также скалите их, где будет отстрочка молнии. Продолжение следует... Я себе пометила на разметке на машине цифру и шила, придерживаясь ее. Продолжение следует... 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 Сейчас надо закрепить карман и подборты, левый карман я спрячу под подборт и проложу две закрепки на швейной машине. Для правого кармана я выкрою две полоски, на видео показана одна, но после примерки я решила, что нужно добавить вторую. Те, кто просто обрабатывал на оверлоке, можете сделать эти полоски из кипер на ленту, будет тоже очень красиво. Остается обработать рукава. Можете край оверложить и подшить двойной иглой или зигзагом. Я обработаю на распошивальной машине. Продолжение следует... Отутюжили и заутюжили все швы и наше пальто готово. Оно получилось очень красиво, очень функционально. Можно носить его и зимой, и весной, и летом, и осенью. Вы будете выглядеть шикарно, хоть в джинсах, хоть в юбке, хоть в платье, хоть в кроссовках, хоть на каблуках. Показывайте ваши работы в инстаграм. Отмечайте меня и отмечайте Элину. Ставьте хэштег пальто толстовка. Буду вас рада видеть на этом канале и в своем инстаграм. Удачного дня и ровных строчек. Продолжение следует...